Добрый день, уважаемые зрители и читатели портала «Сегодня.юэй». Сейчас у нас в гостях Рима Филь, координатор гуманитарного штаба Рината Ахметова. Здравствуйте, Рима. Рада вас приветствовать у нас в студии. Хочу напомнить, что мы продолжаем знакомить наших пользователей с работой гуманитарного штаба. Первая встреча у нас состоялась в феврале этого года. Сегодня мы также ответим на ваши вопросы, которые вы можете присылать на адрес электронной почты inna.poroda.gmail.com, а также звонить на телефон горячей линии штаба 0800 509 001. Как известно, штаб Рината Ахметова с августа 2014 года помогает мирным жителям Донбасса. Тем, кто остался в зоне боевых действий, элементарно выжить. Тем, кто переселился на мирные территории региона, помочь освоиться в новых условиях. Гуманитарная продовольственная помощь – самое масштабное направление работы штаба. По решению Рината Ахметова, первая гуманитарная колонна была отправлена на Донбасс 22 августа 2014 года и состояла из 60 большегрузных автомобилей. С тех пор автоколонны штаба регулярно доставляют на Донбасс помощь продуктами, предназначенную для мирных жителей и переселенцев по обе стороны линии соприкосновения. Римма, скажите, пожалуйста, каковы на сегодняшний день объемы гуманитарной помощи штаба? Объемы гуманитарной помощи штаба Рината Ахметова огромны. И это самая крупная помощь во время этого вооруженного конфликта, во время войны, которая длится уже почти два года на востоке Украины. Гуманитарный штаб работает постоянно, работает круглосуточно, в режиме 24 часов 7 дней в неделю. И на сегодняшний момент мы раздали 7 миллионов 900 тысяч продуктовых наборов для стариков, для инвалидов, для тех людей, кто не может о себе позаботиться, и для маленьких деток до трех лет, которые проживают сейчас на территории по обе стороны линии соприкосновения. 70% получателей нашей помощи – это пенсионеры. Большинство из них – люди далеко преклонного возраста. Это те самые дети войны, которые на самом деле переживают уже вторую войну за свою жизнь. 100 тысяч получателей нашей помощи – это люди старше 80 лет. И мы на самом деле помогаем этим людям выжить. За 20 месяцев работы гуманитарного штаба было отправлено 95 тысяч тонн продуктов. И из них, например, 24 миллиона пачек круп, 8 миллионов бутылок растительного масла, 15 тысяч тонн сахара. Это огромные наборы, это огромное количество продуктов питания. Все это продукты украинского производителя. Мы покупаем только самые проверенные, самые качественные продукты для того, чтобы сформировать из них наборы выживания для наших земляков. Расскажите, что было сделано в апреле в рамках программы «Гуманитарная помощь населению»? В апреле штаб работал в привычном рабочем режиме. Мы отправили на Донбасс 14 автоколонн. 13 из них было отправлено в Донецк, и одна автоколонна отправлена в Мариуполь. Еще раз скажу, что логистический центр на Донбасс-арене в Донецке обеспечивает продуктами питания всю неконтролируемую территорию Донецкой области, а из Мариуполя разъезжаются наши мобильные бригады выдачи продуктовой помощи в города, которые находятся сейчас на территории Украины. Апрель был сложным месяцем, потому что в апреле возобновились боевые действия, и на горячую линию постоянно поступали звонки от наших жителей, Авдеевки, Ясиноватой. Люди переживали, потому что были активные боевые действия, и люди волновались, смогут ли они получить наши продуктовые наборы. Но наши мобильные бригады приезжали во все населенные пункты, как это было и заявлено. Вообще мобильные бригады – это большие молодцы, это настоящие герои, которые работают очень часто под пулями, не прекращают свою работу. Потому что наши волонтеры понимают, что они людям помогают, что они не выживут, эти люди не выживут без продуктов питания в такой тяжелой ситуации, в которой они оказались на сегодняшний момент. Только за апрель наши мобильные бригады посетили 70 населенных пунктов Донбасса, и местные жители получили 12 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. Спасибо. А какие планы штаба на май месяц? Сколько колонн планируете отправить? Май тоже, невзирая на многочисленные выходные, в мае штаб работает в привычном режиме, и мы отправим на Донбасс 10 автоколонн. Из них также 9 автоколонн будет направлено в Донецк, одна в Мариуполь. И из этих наборов мы сформируем, из этого количества продуктов будет сформировано 4,5 тонн продуктов питания для того, чтобы сформировать 365 тысяч взрослых наборов и 29 тысяч наборов для семей с маленькими детками. Мы, конечно же, планируем и наши выезды мобильных бригад, выдачи гуманитарной помощи. В мае запланировано посетить 80 населенных пунктов Донбасса. Это сложные и тяжелые районы. Волновахский район, Есиноватский, Амвросиевский, Тельмановский, Бахмутский район Донецкой области. Дончане знают и понимают, что это отдаленные участки, это территория, которая сильно пострадала от войны, и наша помощь там действительно очень сильно нужна. Мы планируем, что только мобильные бригады смогут раздать нашим землякам более 10 тысяч продуктов питания. И всего за все время работы наших бригад мобильной выдачи они выдали 127 тысяч наборов выживания жителям Донецкой области на неподконтрольной территории и на украинской территории. Так что планов у нас, как всегда, очень много. Штаб работает в режиме штаба, то есть принимают решения здесь и сейчас, быстро, слаженно. И, естественно, мы будем помогать людям и дальше. Спасибо, Римма. Вот начали эти вопросы. Скажите, пожалуйста, каким образом можно узнать заранее о приезде мобильных бригад волонтеров? Ну, во-первых, официальная информация всегда размещена у нас на сайте гуманитарного штаба. Мы очень внимательно следим за тем, чтобы для наших земляков информация была подана мгновенно, чтобы она соответствовала нашим планам. И если корректируется план, то, естественно, меняется информация на сайте. И наши планы известны за месяц, и поэтому мы предлагаем нашим землякам пользоваться нашим интернет-ресурсом, смотреть за планами, за изменением плана, если такое происходит. Ну и, естественно, людская молва – самый главный, наверное, источник передачи информации на сегодняшний момент, особенно вот в тяжелой такой ситуации войны. Еще вопрос поступил. Когда можно получить гуманитарную помощь в Мариуполе? В Мариуполе наши мобильные бригады стали работать еще вчера. Помощь продлится до 28 апреля. В Мариуполе находится огромное количество переселенцев, и штаб оказывал им помощь всегда и будет оказывать и сейчас. Наши критерии выдачи остаются прежними. То есть в Мариуполе мы работаем со вчерашнего дня. Пожалуйста, приходите и получайте ваши гуманитарные наборы. А сколько планируется выдать наборов? Так, мы планируем 1800 наборов выживания выдать в этот раз в Мариуполе. Еще вопрос. Виктор спрашивает, почему вы помогаете только жителям Донбасса? Жителям остальной Украины тоже нужна помощь. Мы получаем нищенскую зарплату, денег не хватает ни на жизнь, ни на лечение, ни на что. Уважаемый Виктор, я вам отвечу так, что, конечно, кризис в нашей стране очень глубокий, экономический кризис, но какой бы ни был большой фонд или штаб, мы не можем помочь всем и одновременно. Поэтому у штаба есть очень четкие принципы нашей работы. На сегодняшний момент гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Донбасса, которые пострадали от войны. Это очень важно, это на сегодняшний момент очень уязвимая часть нашего населения. Это люди, которые остались без социальных выплат на территории неподконтрольной Украины. И это переселенцы, которые остались без своих домов, это беженцы. Конечно же, они нуждаются в помощи. И решением акционера мы оказываем помощь этим людям, этой категории людей. То есть тем, кто наиболее нуждается вот здесь и сейчас? На сегодняшний момент, да, тяжело, когда в стране кризис, говорить, кто больше нуждается, кто меньше нуждается. Но есть принципы работы штаба, и есть реально боевые действия. Есть война, которая длится два года. Есть люди, которые остались вообще без дома, без крова, которые убежали от войны. И этим людям все цивилизованное человечество помогает. Римма, можете сформулировать правила получения гуманитарной помощи от штаба? Конечно, это пять правил, которые работают уже в течение двух лет почти. Вот сколько есть официальный гуманитарный штаб. Это первый принцип. Гуманитарную помощь получают люди согласно критериям. Это самые нуждающиеся люди. И это те категории граждан, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Это матери-одиночки. Вот мы определили эти критерии, и мы помогаем этим людям на протяжении всей нашей работы. Мы выдаем наши наборы выживания только на территории Донецкой и Луганской области. В Луганской области это четыре стационарных пункта выдачи. На неподконтрольной территории нашу помощь получают только переселенцы. На серой зоне местные жители и переселенцы. То есть вот эти критерии помогают нам работать. Третий принцип. Гуманитарную помощь можно получить в стационарных пунктах выдачи в тех городах, в которых эта помощь есть в стационарных пунктах. Либо когда приезжают мобильные бригады выдачи, и наши волонтеры раздают эту помощь мирным жителям. Для того, чтобы получить помощь от Рината Ахметова, никаких записей предварительно не нужно. Человек с пакетом документов приходит в пункт выдачи. Либо когда приезжает мобильная бригада и получает эту помощь. И если это стационарный пункт, получает талончик о том, что это помощь. Когда будет следующая выдача. И пятый очень важный пункт. Продажа гуманитарной помощи категорически запрещена. У нас все наши продукты, которые входят в наш набор, они стекерованы. Там написано буквально следующие слова, что это гуманитарный штаб Рината Ахметова поможем. Помощь не для продажи. Это очень важно. Мы тем самым избегаем различных спекуляций политических. И не только на тему, кому достается помощь, кто пользуется этой помощью и дальше ее движение. Наша помощь предназначена исключительно мирным жителям Донбасса. А вот вы сказали прийти с пакетом документов. Это должны быть оригиналы документов? Конечно. Или могут быть и копии? Нет, это оригиналы документов. Потому что помощь может получить именно тот человек, который в ней нуждается. Мы сталкивались с разными ситуациями, и поэтому, конечно же, только оригиналами. Мы сталкивались с разными ситуациями, и поэтому, конечно же, только оригиналами. Еще вопрос. Я инвалид третьей группы. Как мне оформить и получить гуманитарку? Вы знаете, инвалиды третьей группы не попадают в нашу категорию. Мы выдаем нашу помощь продуктовую только инвалидам первой и второй группы. Это очень важно. Вот такое четкое деление. Мы понимаем и желание человека получить помощь, но у нас действуют определенные четкие критерии. Дмитрий из Макеевки хочет знать, как стать волонтером гуманитарного штаба. Нужен ли для этого опыт, и какую волонтеры получают зарплату? Уважаемый Дмитрий из Макеевки, мы вас приглашаем на Донбасс-арену для того, чтобы вы смогли реализовать ваше доброе и искреннее желание помогать тем людям, которые сильно пострадали от войны. Вы можете записаться по телефону 063 908 02 22, 095 295 02 22 и 067 644 02 22. Нам очень нужны мужские крепкие руки для таких погрузочных работ, для формирования пакетов. Нам на самом деле очень нужны волонтеры. Работа, конечно же, тяжелая, но на самом деле она очень престижная, очень искренняя, потому что в нашей помощи нуждаются самые-самые незащищенные люди. А касательно зарплаты, какую зарплату получают волонтеры? На то они и волонтеры, работают волонтеры наши без заработной платы, но на каждый 15-й выход они получают свои продуктовые наборы. Вот такая оплата. Спасибо, Римма. Пришел вопрос из Тореза от Александра Владимировича. Он интересуется, как записаться на адресную доставку продуктов. Да, у нас работает адресная доставка продуктов в первую очередь и только для тех, кто не может самостоятельно передвигаться, для пожилых людей, для глубоких инвалидов, кто не может сам выйти из дому. Для того, чтобы записаться на доставку адресной помощи продуктов питания, нужно позвонить на нашу горячую линию. Телефон горячей линии 0800 509 001. Горячая линия работает круглосуточно. Позвонить, прислать документы, с вами поговорят, объяснят, что нужно делать. И во многих городах Донбасса у нас действует адресная доставка для стариков. Еще есть вопрос из Артемовска. Анна Ивановна спрашивает, будут ли подарки на 9 мая, как в прошлом году? Гуманитарный штаб работает в формате оказания помощи самым незащищенным, оказания помощи здесь и сейчас. В этом году в фокусе мы очень расширили по сравнению с прошлым годом географию доставки гуманитарной помощи. И в этом году мы не раздаем подарки, мы предоставляем людям возможность выжить. Пришло несколько вопросов касательно помощи медикаментами. Я их объединю в один. Скажите, пожалуйста, какие лекарства могут получить дети и в каком объеме? Мы помогаем деткам, нашим маленьким землякам. Программа называется «Адресная помощь. Лекарства детям». По этой помощи мы выдаем инсулин, противосудорожные препараты. Это те лекарства, которые позволяют ребенку прожить и без которых жизнь невозможна. Противосматические препараты. Для того, чтобы подать заявку, мы обеспечиваем инсулинами всех деток в трехмесячный срок. То есть на три месяца мама не переживает, не думает о том, будет ли у нее возможность уколоть ребенку укол инсулина, и тем самым дать ему возможность жить. Таким образом, уже второй год работает эта программа. Помощь оказывается ребенку, если у него есть такие заболевания, как сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия любой формы, гидроцефалия, черепно-мозговые травмы, поражение центральной нервной системой и энцефалиты. Все заявки принимаются по телефону нашей горячей линии. И если у вас есть знакомые, у которых детки больные, то, пожалуйста, пусть звонят, мы оказываем такую помощь, мы обеспечиваем этих деток лекарствами. А помогаете ли вы медикаментами взрослым? Вот Вячеслав из Горловки спрашивает, у него вторая группа инвалидности, сахарный диабет и он инсулинозависимый. К сожалению, таким нашим землякам мы не можем помочь. Мы помогаем только детям и сфокусировались на полном обеспечении инсулинами только маленьких деток до достижения ими совершеннолетнего возраста. Спасибо большое. Римма, Анастасия из Авдеевки спрашивает, до какого срока принимаются заявки на реабилитацию ребенка и что она в себя включает? Да, сейчас гуманитарным штабом Рината Ахметова проводится активно работа по реабилитации раненых детей. Это сложная, очень тяжелая тема, потому что это дети раненые, дети пострадавшие от войны. Мы оказываем им комплексную помощь, не только психологическую, но и физиопроцедурами, это и все другие средства реабилитации детей. Мы видим большой прогресс. И на сегодняшний момент запись открыта, опять-таки по телефону горячей линии. И до 1 июня этого года мы ждем всех тех, кто пострадал от войны, где бы детки не жили, в каком городе, в каком населенном пункте, на какой территории. Это наши родные дети, и мы готовы оказывать им помощь, лечить их и реабилитировать. То есть помощь оказывается детям до какого возраста? До 18 лет? Конечно. А сколько дней длится курс реабилитации? Курс реабилитации составляет 21 день. Проходят в санаториях Украины. Это Запорожье, Бердянск, Славянск, Одесса. Это те учреждения курортно-оздоровительные, которые зарекомендовали себя на протяжении многих-многих лет, где высоко квалифицированные специалисты, где есть специально подобранное лечение и любовь персонала. Спасибо. А еще вопрос. Мы переселенцы из Луганской области. Проживаем сейчас в Абухове, Киевской области. Сыну 10 лет. Нуждается в помощи детского психолога. Куда можно обратиться с этой проблемой? Тоже записаться на горячую линию. У нас, как вы знаете, кто посвящен в тему Донбасса, у нас была очень сильная школа психологов. Ее закончило 280 психологов. И они работают с детками, которые пострадали от войны. Я очень бы хотела порекомендовать маме этого ребенка, переселенцам обязательно-обязательно привести ребенка к психологу, потому что в психологической помощи нуждаются все дети, которые видели, слышали военные действия, да и вообще все дети, которых коснулась война. А каким образом? Помочь ребенку можно только, если обратиться к психологу? Или, возможно, есть какая-нибудь литература, может, сайты, где вы собраны комплексные? В зависимости от ситуации, которая сложилась с ребенком. Если это сложный случай, то с ребенком будет работать психолог. И если это не очень сложный случай, то у нас есть специальные методички, специальные брошюры. Есть очень много систематизированной информации. И для удобства вот в этих методичках разбиты по темам, по различным главам информация. И есть помощь, которую могут оказать сами родители для своих детей. И мы обязательно оказываем психологическую помощь. И обязательно нужно обратиться. Посмотрите за состоянием своего ребенка. Если у ребенка НРС, тики, заикание. Если у него вернулись те самые детские болезни, вот, младенческие, то необходимо обязательно показать ребенка психологу. Психологи всего мира, которые работали с травмой войны, говорят об очень важном моменте. Здесь важно не упустить время. Ребенка можно реабилитировать, ребенка можно восстановить, если только не потеряно самое главное в это время. Спасибо большое. Еще вопрос от Анны из Мариуполя. Слышала о том, что фонд Рината Ахметова объявил 2016 год годом наставничества и усыновления. Я давно думаю об усыновлении ребенка. Подскажите, с чего начать, куда обратиться и какие требования предъявляются для усыновителя? Ну, во-первых, только можно поблагодарить этого человека, который позвонил, Александра, да? Анна. Анна, да, молодец, только помощи в этом прекрасном, в этом добром начинании. Буквально перед нашей пресс-конференцией я общалась еще с одной своей хорошей приятельницей, которая усыновила троих детей. На сегодняшний момент это семья переселенцев из Донецка. Дети – это самое большое счастье. И на самом деле фонд Рината Ахметова объявил этот год год наставничества и усыновления с мыслью о том, что во время войны и после войны дети, очень много детей, которым нужна семья. И наша общая задача – подарить ребенку семью, подарить ребенку надежду на свое счастливое детство с одной стороны и с другой стороны и дать возможность родителям ощутить все счастье, материнство, все прелесть воспитания детей. Это большая масштабная работа, которая проводилась в фонда Ахметова и программа «И сиротству нет». В этом году она расширена до года наставничества и усыновления. Наставником может быть любой человек, если он будет попадать под критерии, необходимые требования к усыновителям. Этот человек должен быть дееспособным, не младше 21 года. Этот человек должен быть старше самого ребенка, не менее чем на 15 лет. Усыновителем могут быть супруги, одинокая женщина, одинокий мужчина. И процедура усыновления очень подробно описана на нашем портале «И сиротству нет». Там вы можете посмотреть и деток, которые ждут и верят, что их мама и папа за ними придут и заберут из детского дома. Вот еще вопрос один пришел от Александры. Можно ли сейчас в Донинске усыновить, удочерить ребенка? Да, можно, если этот ребенок имеет все документы, и можно его усыновить на подконтрольной Украине территории, где действуют, конечно же, «Украинские законы». Спасибо вам большое, Римма, что нашли время, пришли к нам. Что можете пожелать нашим зрителям, читателям, пользователям? Только мира. Мира, чтобы он поскорее пришел на многострадиальную землю Донбасса. И когда будет мир, тогда будут планы на будущее. Когда будет мир, тогда будет жизнь. Спасибо вам большое. Для зрителей и читателей я напомню, что сегодня у нас в гостях была Римма Филь, координатор гуманитарного штаба Рината Ахметова. С вами была я, Инна Породьков. Спасибо вам большое. И до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»